МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главная задача – укрепить надежность. Инвест-программа абаканских электрических сетей на этот год предполагает серьезные вложения в энергосистему. Пять нарушителей за два часа. В Абакане за водителями пассажирских автобусов следит скрытый патроль. Из-за участившихся случаев ДТП полицейские вышли в рейды. Когда слова не помогают, нужно применять административные меры. В Красном Абакане прошел рейд по адресам, где складируют горы мусора, автохлам и уголь. За колючей проволокой раскрываются таланты. Осужденные из правительной колонии номер 33 Абакана создают картины по дереву в технике аэрография. Здравствуйте, в эфире телеканала Абакан. 24 информационная программа сегодня в студии для вас работает Ольга Могучая. Начнем с городских тем. Новый год, новые задачи. Специалисты муниципального предприятия Абаканские электрические сети готовятся к реализации инвестиционной программы на 2023 год. Она предполагает серьезные вложения в энергосистему столицы ХК-систем, чтобы укрепить ее надежность. Об основных направлениях работы предприятия Анзор Сабанов. Ежегодно специалисты различных абаканских предприятий коммунального сектора формируют собственные инвестиционные программы. Это своего рода план действий на ремонтно-строительный сезон. Абаканские электрические сети не исключение. Главная цель реализации каждой инвест-программы этой организации – укрепление надежности энергосистемы, которая охватывает весь город. Примером успешной работы в данном направлении может служить 2022 год. По итогу 2022 года могу сказать в полном объеме, что наши программы выполнены в полном объеме. Капитальный ремонт составил выполнение 100%, инвестиции 100%, подготовка к зиме составила 100%. Как показал зимний максимум, период получше самых холодных и январских температур, прошли безаваренно, все стабильно. Но успехи 2022-го – это успехи 2022-го. Город не стоит на месте, а его развитие, естественно, сказывается и на энергосистеме. Взять, к примеру, 10-й жилой район. С начала отопительного сезона здесь реализуется пилотный проект по переводу частного сектора на электроотопление, что, безусловно, привело к повышению нагрузки на энергосистему. Однако предпринятые специалистами абаканских электрических сетей меры позволили пройти период пиковых нагрузок без серьезных отключений. Инвест-программой предприятия на 2023 в 10-м жилом районе также предусмотрены серьезные работы. Мы намерены там в РТП-24 поставить дополнительную еще одну ячейку. Ну, соответственно, схему собрать и закольцевать по 10-му жилому району с целью перевода части нагрузок с юго-западной подстанции, потому что неоднократно слышали, что подстанция именно загружена. И построить еще одно резервное электроснабжение именно к 10-му жилому району. Пока тоже не буду говорить, откуда, соответственно, будем линию тянуть. Вывалняются проектные работы, полученные технические условия. Ну, соответственно, занимаемся. Кроме того, в рамках пилотного проекта по переводу частного сектора на электроотопление предусмотрено строительство в Абакане нескольких новых подстанций. Это позволит подключить к эксперименту вторую очередь 10-го жилого района. И это лишь часть планов. Отметим, что мероприятия инвест-программы Абаканских электрических сетей сопровождаются и капитальным ремонтом энергосетевого хозяйства. Здесь также предстоит выполнить внушительные объемы работ, в частности, реконструкцию восьми подстанций. Анзор Сабанов, Алексей Дурнив, Новости. Когда слова не помогают, нужно применять административные меры. Сегодня в районе Красный Абакан староста вместе со специалистами отдела экологии выехала по адресам, жители которых нарушают правила благоустройства города. Они складируют на прилегающей территории горы мусора, автохлам, уголь и другие крупногабаритные вещи. Все просьбы навести порядок по-хорошему, без вмешательства надзорных органов пока не приносят результаты. Далее расскажем подробности. Улица Российская в Красном Абакане. Одна из центральных улиц района. В сводки неблагополучных никогда не попадало. Но ведь все меняется. Особенно пейзаж, когда люди не считают нужным убрать с прилегающей территории мусор. Горы растут, но, похоже, хозяев все устраивает. По своей практике могу сказать, конечно же, есть люди, которые реагируют адекватно. То есть, в принципе, идут на контакт и понимают, что действительно нужно содержать территорию в порядке. В принципе, им достаточно просто устного предупреждения. Но есть такие граждане, как, например, проживающие по этому адресу. Сюда мы уже приезжаем не первый раз. Они, к сожалению, не хотят, наверное, по-хорошему с нами разговаривать и идти навстречу. На первый взгляд могло бы показаться, что усадьба заброшена. Но нет. На окнах, шторы, во дворе работает генератор. Люди, по-видимому, делают генеральную уборку. Мусора хватает и в ограде частного дома. И такие случаи, когда жители захламляют прилегающую территорию, к сожалению, не редкость. Чтобы призвать к совести, уговоров мало. Хозяева просто предпочитают не общаться со старостой. Тогда в дело идут административные рычаги. Обращение в отдел экологии, Росреестр. Иногда все заканчивается и судебным разбирательством. Жилой район Красный Абакан, общественная территория, сквер Баранка. А это парковка. Правда, оставить здесь автомобиль и погулять в парке могут далеко не все. Как говорят специалисты, все дело в СТО, которое хранит на парковке свои неисправные автомобили. Судя по одному автомобилю, который уже закрыт, зачехлен, он стоит, наверное, очень долго. Но на второй машине, к сожалению, нет номеров. Там надо будет, если что, если хозяин СТО не найдет возможность убрать, перепарковать этот автомобиль к себе на территорию. Ну, будем искать тогда либо собственника, либо будем тогда забирать. Поговорить с владельцами автомобильного сервиса у специалистов сегодня не получилось. СТО под замком. Но, наверное, когда появляются потенциальные клиенты, ремонтники открывают ворота. Пока же сотрудники отдела экологии фиксируют нарушения. Короткие сроки нужно убрать с общественной парковки старые автомобили, иначе их заберет эвакуатор. Это на общественной территории, у нас здесь на улице Литвинова, напротив парка Баранга, свою деятельность осуществляет СТО. Да, и то есть, как бы мы не против, чтобы они здесь работали, но вопрос в том, что они нарушают правила благоустройства города Абакана. Во-первых, складируют на городской территории мусор, металл, уголь, плюс занимают городскую парковку, то есть, которая предназначена для жителей, которые приезжают в парк Баранга отдыхать, да, оставить машину свою временно. То есть, и вообще это создает не совсем приглядный вид, плюс техника, которая убирает снег, не может подъехать и вычистить парковочный карман. Поэтому, вот как-то нужно принимать уже меры. Дарья Казак, Владислав Воронов, новости. В хозяйстве пригодится житель Абакана, могут бесплатно забрать себе домой чурки тополей и вяза. В городском парковом хозяйстве накопилось довольно много порубочных остатков. Как рассказали в городской мэрии, все это прекрасно подойдет для столярных работ или для отопления. У горожан есть возможность бесплатно забрать чурки. Для этого необходимо предварительно позвонить по телефону 20 20 77 в рабочие дни. Затем вы сможете заехать на своем автомобиле на территорию предприятия, загрузить себе те древесные остатки, которые вам нужны и вывезти. Абакан простился с героем. Сегодня 40-летнего Алексея Кунтеева, погибшего, защищая мирных жителей Донбасса, проводили в последний путь. В звании капитана он служил заместителем командира мотострелкового батальона по военно-политической работе. Алексею было 40 лет. За мужество и самоотверженность, проявленные в ходе спецоперации, наш земляк посмертно представлен в государственной награде. А дать долг памяти героя сегодня пришли десятки людей. Пришли и те, кто не знал Алексея, но подвиг его будут помнить всегда. Очень мужественный, молодой, решительный офицер Алексей выполнял приказ и поставлены ему боевые задачи. И выполнил ценой собственной жизнью. Да, это жестоко, это несправедливо, но каждый из нас пройдет свой и только свой жизненный путь. Боль и горе для родных, близких, друзей. Это невосполнимая потеря для всей республики. От имени главы республики Хакасия, от правительства республики Хакасия, от себя лично приношу соболезнования родным и близким. Не оправившись еще от травм, он не столько по приказу, а сколько по зову сердца угол для дальнейшего прохождения службы, чтобы делить тяготы и решения воинские со своим личным составом. Это поступок настоящего офицера, настоящего мужчины. Алексея Владимировича лично я знаю уже много лет, с первых дней основания нашей воинской части. Я никогда не слышал от него ни разу каких-то жалоб, недовольствий. Он как офицер, как друг, всегда был настроен только позитивно, только вперед. К происшествиям трагический пожар в Бейском районе унесся жизнь мужчины. Вероятной причиной происшествия стал мощный электроприбор, оставленный без присмотра. Как рассказали в МЧС, в субботу около половины восьмого утра пламя охватило двухквартирный жилой дом. Произошло обрушение кровли. При разборе конструкции огнеборца обнаружили погибшего 57-летнего мужчину. Причину происшествия устанавливают дознаватели. В целом за прошедшие выходные в Хакасии зарегистрировано 9 пожаров. В Бакане тушили возгорание столярного цеха, подвала многоэтажки и бани. Кроме того, в Усть-Абакане горел автомобиль, а в деревне Большой Сютик от Женикидзовского района машина и гараж. С начала года в Хакасии зарегистрировано 124 пожара. Смертельное ДТП произошло на Красноярской трассе. По предварительным данным ГИБДД края водитель Лады Калина выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Ниссан Сани. В одном из автомобилей погибла женщина-пассажирка. Также есть пострадавшие мужчина и ребенок. А в аварии в Багратском районе пострадали 5 человек. ДТП случилось в минувшие выходные на 282-м километре трассы Нисси. По предварительным данным ГИБДД мужчина на Ниссане выехал на встречную полосу и столкнулся с Хонда ИС-3. У обоих водителей переломы. Серьезно пострадали также еще трое пассажиров. Двое из них госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка. Пять нарушителей за два часа в Абакане за водителями пассажирских автобусов следит скрытый патроль. Из-за участившихся случаев ДТП с маршрутным транспортом сотрудники ГИБДД вышли в рейды. Напомним, только за минувшую неделю в нашем городе произошло три аварии. С автобусами пострадали два человека. Ушибы, переломы, тяжелые травмы. Никогда не знаешь, чем может закончиться невнимательность за рулем или спешка водителя. А ведь так повелось, что, занимая место в автобусе, пассажиры слепо доверяют свою жизнь шоферу. Но не каждый из них готов нести такую ответственность. По данным госавтоинспекции, за минувшую неделю в Абакане произошло три случая ДТП с пассажирским транспортом. А за весь прошедший год подобных случаев было всего шесть. В связи с тем, что рост данных ДТП у нас возрос аж на 300%, сотрудниками госавтоинспекции было принято решение усилить контроль за обеспечением безопасности на дорогах именно водителями автобусов. Больше аварий, больше проверок, а точнее рейдов, чтобы максимально исключить нарушения со стороны рулевых. Сегодня на посту госавтоинспекция Абакана, а в дороге так называемый скрытый патруль. Сотрудник ГИБДД в гражданской машине фиксирует движение автобуса по маршруту, и если в дороге водитель нарушает, инспекторы ППС оформляют протокол. Работа слаженная, отработанная годами. И как итог, более 20 протоколов всего за один двухчасовой рейд. Здравствуйте. ДТП города Абакана, капитан полиции Зайцев. Документы ваши. Мородийское областеление, стоят в раковое поле Сосага. Кутевой лист. В основном нарушения типичные, говорят дорожные полицейские. Забыл включить поворотник или вовремя не перестроился в нужную полосу. А вот один шофер особо отличился. Мало того, что он не пристегнулся, так еще прямо за рулем болтал по телефону. Дальше больше. В ходе проверки у нарушителя не оказалось карты техосмотра на автобус. В итоге ему грозит административный штраф. Если вы стали свидетелем агрессивного стиля вождения водителями транспортных средств именно автобусами, необходимо по возможности позвонить дежурную часть отдела госавтоинспекции по городу Абакана, а также зафиксировать на фотосъемку или видеосъемку, отправить на нашу страничку ВКонтакте, либо предоставить лично по адресу улицы Ивана Ирыкина, 62. Рейды в Абакане продолжаются. Госавтоинспекция обращается ко всем горожанам. Проверьте терпение, если именно ваш автобус остановят для проверки. Ведь ваша жизнь может оказаться в руках потенциального нарушителя. Ксения Майер, Артем Амзараков. Новости. Полицейские Хакасии поймали 17-летнего парня из Омска, который обманывал людей в сервисе поиска попутчиков. По версии следствия, он размещал объявления о поездках в близлежащие регионы. Потенциальные пассажиры оплачивали поездку, вводили данные банковских карт, а с их счетов исчезали различные суммы. Жертвами юного афериста стали 13 человек. Это жители Хакасии, Тывы, Красноярского края, Московской области. Общий ущерб составил более 175 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Мошеннику грозит до 6 лет тюрьмы, сообщает МВД по республике. В весенней опасности в Абакане во дворе на маршала Жукова снег упал с крыши на автомобиль. К счастью, в момент происшествия в салоне никого не было. Однако рядом с машиной проходили мужчина с ребенком. Они чудом не пострадали. С наступлением оттепели сход снежных масс, сосулек с крыш становится большой проблемой. Сотрудники МЧС призывают собственников зданий и управляющей организации позаботиться о своевременной и безопасной очистке снега с крыш. В Хакасии алименщицу, которая бросила шестерых детей, отправили на полгода в колонию-поселение. Как рассказали в пресс-службе судебных приставов, ребятишек живут в детском доме, старшая дочь с опекуном. Многие годы мать детей их жизнью не интересуется. Однако по закону она обязана платить алименты. При этом максимум, что перечисляла должница, это 700 рублей. Устраиваться на официальную работу 38-летняя горожанка не спешила. Подрабатывала на автомойках, полевых работах. В итоге скопился долг по алиментам более 200 тысяч рублей. Решением суда неплательщицу приговорили к шестим месяцам в колонии-поселении. В Хакасии снизился уровень преступности, но стало больше особо тяжких преступлений в сфере оборота наркотиков, мошенничества, скредитованием и при получении социальных выплат. По информации Республиканской прокуратуры, в 2022 году на территории региона зарегистрировано 9,5 тысяч преступлений. Это на 14% меньше, чем в прошлом году. Наблюдается снижение количества противоправных деяний, экономической и коррупционной направленности, краж, мошенничеств, грабежей и убийств. Также в качестве положительной тенденции в прокуратуре отмечают уменьшение числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения и на бытовой почве. Что касается уровня преступности среди несовершеннолетних, то здесь преобладают кражи, угоны, а также распространение наркотиков. В Абакане мужчина ограбил 16-летнего парня в обувной мастерской. Грабителя задержали. По информации следкома, все произошло на улице Тараса Шевченко в районе автовокзала. Подозреваемый подошел к ларику, где в этот момент был только 16-летний юноша, сын владельца мастерской. Схватил с подоконника 280 рублей, а после, угрожая травматическим пистолетом, потребовал от парня все деньги из кассы. Злоумышленник заключен под стражей, ему грозит серьезный срок. Далее наш вечерний эфир продолжит рекламный блог. Затем вернемся к обзору событий дня. Реклама Я Таран Маргарита Олеговна, являюсь директором юридической группы Таран. С 2018 года занимаюсь списанием кредитных и иных задолженностей. Сейчас со мной работает команда классных юристов, антикризисных менеджеров и кризисных управляющих. Своей фирме я дала свою фамилию, поэтому я несу личную и персональную ответственность за положительный исход каждого дела. Профессиональный подход к стирке ковров. Специальное оборудование и уникальные технологии. Организуем бесплатную доставку. Мы вернем вашему ковру первозданный вид. Клининговая компания «Чистый дом». 26 46 46. Реклама Получателей помощи будет больше. В Бабакане состоялось заседание социального штаба, в ходе которого вновь обсудили республиканскую программу помощи участникам специальной военной операции на Донбассе. Напомним, что теперь под эту категорию попадают не только мобилизованные граждане, но и военнослужащие по контракту, а также добровольцы. Сейчас в нашем городе семьи солдат пользуются мерами поддержки. Дети бесплатно питаются в школах, ездят в общественном транспорте, и родители освобождены от платы за детский сад. Самое главное – не остаться в стороне. Вот основной девиз работы комиссии социального штаба в администрации города. Кажется, что всех семей мобилизованных участники знают поименно. Настолько погружаются в проблемы людей, их потребности. И работы день от дня меньше не становится. Сегодня на штабе озвучивают трудности, с которыми сталкиваются военнослужащие и их семьи. Например, отсутствие регистрации в Хакасии и на территории Абакана. Есть определенные сложные моменты. Мы сегодня с коллегами обсуждали в том случае, когда отец семейства ушел по контракту с другого региона, а семья осталась жить в Абакане. Такие вот непростые случаи. Но даже в этом случае, конечно же, мы будем стараться меры социальной поддержки оказывать, конечно же, здесь, на месте. Каждый отдельный случай требует рассмотрения. Сейчас, когда появилась региональная программа помощи семьям, участникам специальной военной операции, на Донбассе расширилось число возможных получателей этих мер поддержки. Теперь к ним относятся мобилизованные граждане, военнослужащие по контракту, добровольцы. Категория расширяется. То есть, этим правом, этой льготой, этой нормой социальной защиты могут воспользоваться в том числе и добровольцы, которые в настоящее время защищают нашу родину за ленточкой, и контрактники. Соответственно, в настоящее время мы готовим изменения в решении Абаканского совета депутатов. Но будет рассмотрено у нас на февральской сессии. И начиная с февраля месяца, то есть с момента вступления в решение в силу, мы будем оказывать меры дополнительной социальной защиты, в том числе и в новом категории. Поэтому в ближайшее время будет известен алгоритм, как можно получить все необходимые меры социальной помощи. В любом случае, семьи защитников Донбасса не будут одиноки. В России создается общественный комитет семей воинов Отечества. В каждом регионе страны и городе будут его отделения. По Абакане официальным представителем комитета стала Анна Медвезева, руководитель штаба волонтеров столицы Хакасии. Анне и ее команде эта работа хорошо знакома. Волонтеры лично общаются с семьями, формируют посылки солдатам и знают, какая помощь необходима. Комитет воинов сынов Отечества – это та же самая работа, которую наша администрация города, все неравнодушные жители города Абакана делали с начала специальной военной операции. Это и социальные паспорта семей мобилизованных, семей участников СВО. Это и решение каких-то социальных проблем, решение проблем, связанных с обеспечением денежного удовольствия, обеспечением досуга детей и так далее. То есть, чтобы семья в период отсутствия главного защитника чувствовала себя защищенной. Комитет Семей воинов Отечества, он создан по инициативе президента и будет иметь поддержку на федеральном уровне. Это поможет нам решать все возникающие вопросы как можно быстрее в режиме одного окна. Добавим также, что акция «Посылка солдат» в Абакане продолжается. На этой неделе будет отправлен очередной груз в зону специальной военной операции. Поэтому на складе кипит работа. К отправке на фронт готовится около одной тонны полезных вещей. Это продукты питания, средства личной гигиены, окопные свечи. Склад работает по средам и четвергам с 9 утра до 18 часов вечера. По адресу города Абакан, улица Кирова, 20 В, телефон для справок 223551. В Абакане сделают упор на военно-патриотическом воспитании трудных детей, которые состоят на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних. В планах приглашать ребят на занятия и выступления юно-армейцев, а еще организовать военно-полевые сборы. Сегодня в Управлении культуры, молодежи и спорта организаторы обсудили, какие планируется реализовать в 2023 году. Мы собрались с коллегами сегодня обсудить план реализации мероприятий на предстоящий год. Уклон хотим сделать военно-патриотического наставничества, плотного взаимодействия с военно-патриотическим центром «Авангард», юно-армией. И большое внимание хотим уделить детям, состоящим на профилактическом учете. Таким детям часто не хватает любви, тепла, заботы, внимания взрослых. Часто не хватает старшего товарища, старшего наставника. И мы считаем, что плотное взаимодействие с юно-армией, с центром «Авангард» поможет им найти себя в жизни, где-то исправиться, где-то найти увлечение по душе. Также большой потенциал мероприятий профилактической направленности у наших коллег с Республиканского центра профилактики. К реализации проекта по военно-патриотическому воспитанию детей подключились и волонтеры Победы. На прошлой неделе они организовали для детей, состоящих на учете, уроки мужества, посвященные снятию блокады Ленинграда. Ребята узнали о подвиге и героизме жителей блокадного Ленинграда. И на следующий день мы с ними провели уже квест. То есть они на практике смогли погрузиться в атмосферу блокадного города и выполнить ряд различных заданий Верховного Главнокомандования. То есть они вот так вот погрузились, выполнили задания. Азбуку Морзу им нужно было через нее узнать, какое было послание им выполнено. Через болото прошли. То есть вот таким образом ребята погрузились в атмосферу блокадного города. Волонтеры Победы в течение года также будут проводить с трудными детьми интеллектуальные игры, квесты, посвященные истории нашей страны. Региональное отделение юноармии в Хакасии тоже возьмет под свое крыло ребят, которые состоят на профилактическом учете. Возможно, и они захотят пополнить ряды юноармейцев. Ребята смогут посмотреть, чем занимаются юноармейцы. Возможно, где-то попробовать посоревноваться, либо участвовать в каких-то совместных мероприятиях. И по итогу мы планируем, что в течение всего года ребята найдут общий язык друг с другом, и у нас будет какой-то положительный эффект. Когда у нас ребята общаются со взрослыми, которые хотят им помочь, это немножко другое, нежели что ребята будут общаться со своими сверстниками. И положительный тот эффект от юноармейцев, в который мы надеемся заразятся ребята в хорошем смысле этого слова. 13 февраля юноармия и военно-патриотический центр «Авангард» проведут для трудных подростков урок мужества, посвященный выводу советских войск из Афганистана. Весной детей позовут на фестиваль «Парни-девушки», приуроченный к 8 марта и 23 февраля, где ребята смогут посмотреть эстафеты юноармейцев. А республиканский центр профилактики правонарушений несовершеннолетних летом организуют для трудных подростков 8-9 классов военно-полевой сбор, где дети смогут познать специфику службы в армии. Надежда Савельева, Андрей Ралов, Новости. Далите книги с любовью. Абаканские библиотекари принимают книги в дар для детских домов Донбасса. Общероссийская акция проводится уже в седьмой раз. И в этом году сотрудники Абаканской централизованной библиотечной системы решили собрать детскую литературу на русском языке для детей из Луганской и Донецкой народных республик. Это могут быть произведения классиков мировой художественной литературы, современных авторов, детских писателей, сборники сказок, рассказов, стихов, справочные и энциклопедические издания, научно-популярная литература, раскраски, развивающая литература для малышей. Акция пройдет с 1 по 25 февраля. Книги можно принести в любой филиал Абаканской централизованной библиотечной системы. Важно, чтобы издание было в хорошем состоянии. За колючей проволокой раскрываются таланты. Осужденные исправительной колонии номер 33 Абакана рисуют в технике аэрография, что дословно означает воздухописание. Это творчество нам всем знакомо по ярким картинам и надписям. Например, на автомобилях и скейтбордах. Надежда Савельева побывала в мастерской ИК-33 и увидела, как создаются картины по дереву. Такой же, как и распылитель. Простой распылитель краски. Машины красят, которые просто этот меньше, а там больше. Я также на курок нажимаю, краска идет. Аэрограф распыляет красящее вещество благодаря сжатому воздуху. Яркость и толщину линии нужно контролировать при помощи регулятора, рассказывает осужденный из правительной колонии номер 33 Альберт Кайдараков. Вот уже почти 4 года мужчина занимается художественной деятельностью. Альберт говорит, на свободе он никогда не рисовал. Но за решеткой заключенно открыл в себе талант художника. Так случилось, что хобби стало его работой. У меня здесь приятель сидел знакомый. Он художник. Я видел, как он рисовал. Он мне посоветовал карандашами начать рисовать потихоньку. Потом я начал карандашами рисовать простыми. У меня началось получаться. Он мне предложил рисовать кистями маслом. Я начал рисовать кистями. Тоже получалось. И после чего он уже предложил мне рисовать аэрографию. В основном мне иконы нравятся писать. А почему? Не знаю, нравится. Мне спокойно как-то на душу. Ну и радость какая-то присутствует. Альберт Кайдараков украсил иконами церковь на территории исправительной колонии номер 33. Большинство картин он выполняет на заказ. Это, как правило, портреты, пейзажи, изображения животных, иконы, которые потом отправляются на постоянное место жительства, в квартиры и учреждения. На счету у Альберта десятки разных работ. Одна из свежих – это модульная картина с белыми лебедями. Вряд ли бы в другой технике мастеру удалось передать так реалистично этот объемный и живой кадр. Ну это я перерисовал с картинки. Там картинка была, мне понравилась. Я решил ее нарисовать. Альберт не только художник. Он также увлекается спортом, в свободное от работы время играет в футбол, занимается легкой атлетикой. Добавим, Альберт Кайдараков попал в колонию еще в 19-летнем возрасте за серьезные преступления. Отбывать ему наказание еще 9 лет. Однако мыслей, какой будет его жизнь после заключения, пока у мужчины нет. По прибытию в наше учреждение осужденные практически не имеют ни профессии, ни образования. Наша основная задача – это обучить их, знать какую-то профессию. И в большинстве случаев у осужденных скрытые таланты, которые мы стараемся раскрыть. Ну что же, попробуем массовую технику аэрографии. Я, конечно, не художник, но что-нибудь наверняка получится. Не без помощи Альберта, конечно, у нас получилась вот такая прекрасная запись. Можете сами посмотреть. Надежда Савельева, Андрей Аралов, Новости. Практически сформирована база данных городских 11-классников, которые в срок до 1 февраля должны были определиться с экзаменами по выбору. Их предстоит сдавать в рамках государственной итоговой аттестации. Заявления уже переданы в Управление образования. Наряду с традиционными обществознаниям, химии и биологии число лидеров среди предметов по выбору в этом году попала и информатика. В абаканских школах в нынешнем учебном году 1120 11-классников. Им предстоит сдавать два обязательных предмета – русский язык и математику, и любое количество по выбору. Большинство из ребят в декабре успешно написали сочинение, которое является допуском к государственной итоговой аттестации. Те, кто по уважительной причине пропустил эту дату, будут писать сочинение 1 февраля. А через неделю, 8-го, ответственный день у девятиклассников – собеседование по русскому языку. Оно включает в себя четыре задания – чтение текста, пересказ, монолог на заданную тему и диалог с собеседником. Для девятиклассников их в Абакане 2211 собеседование является допуском к аттестации. Ребятам предстоит сдавать четыре экзамена. Два обязательных – русский язык и математику, и еще два необходимо выбрать в срок до 1 марта. Накануне в театре «Читиген» состоялась премьера спектакля «Мудрости гения» в исполнении театра студии «Монолог». Подопечные благотворительного фонда «Кристалл» под руководством заслуженного артиста России Хакасия Виктора Шлыка воплощали на сцене притчи Леонардо да Винчи. Ксения Майер расскажет подробности. «Хвастовство», «Хитрость», «Мудрость» – на сцене Читигена 12 мини-постановок по произведениям Леонардо да Винчи. О том, что великий художник занимался еще и литературой, знают лишь те, кто интересуется искусством. По словам режиссера, ни одна из притч, которой сегодня играет студия «Монолог», не бывала на театральных подмостках. Поэтому «Кристалловцы» – своего рода первооткрыватели. У каждого из артистов свой моноспектакль, в котором можно сыграть одновременно две или даже три роли. Когда я предложил своим артистам, а я предложил несколько направлений, в том числе Леонардо да Винчи, они говорили, что откликнулись, и это меня вдохновило. И что взрослые люди вдруг... В каждой притче там несколько персонажей. Не человеческих, а деревья, ящерицы, лягушки, все что угодно. И они это делают с упоением. Они превращаются в детей. Мне показалось, что даже дети должны подражать. Все – от реквизита и костюмов до афиши и музыкального сопровождения. Под чутким руководством режиссера подопечный «Кристалла» делали самостоятельно. Оригинальность артистов без преувеличения поражает. Например, зубы – исполнитель этой роли сделал из упаковок для яиц. Зеленые колгоки превратились в лапки ящерицы, а костюм пшеничного зерна – это холчевый мешок и колосья. Над постановкой спектакля труппа монолога работала с сентября. Сегодня артисты чувствуют приятное волнение и азарт, ведь в зрительном зале в прямом смысле аншлаг. Очень интересные роли у всех. Это характеры людей. Мы воплощаемся в животных, в насекомых, в деревья. И как мыслит, допустим, вот я ящерица, как мыслит ящерица, какие у нее мысли, какие у нее повадки. У дерева, у юна, он такой гордый весь, такой спесивый. И вот он, значит, я вот такой, а вы вот такие. И это получается то, что как бы сравнение с человеческим характером. Мы все, вот дерево надо сыграть, там кошку, собаку. Вот мы вот изображаем, ну вот так, как получилось. Потом зрители будут уже судить. Спектакль о том, как взрослые люди дурачатся, как дети. Искренне исполняя свои роли, женщины и мужчины через этюды передают свое понимание произведений да Винчи и те самые мудрости гения. Ксения Майер, Артем Амзараков, Новости. В Абакане можно будет бесплатно посмотреть короткометражки. 11 февраля в городском центре культуры Победа пройдет международный фестиваль Дни короткометражного кино. В рамках кинопоказа будет представлено две программы «Игровое кино близкие люди» и документальный «Альманах там, где наш дом». Картины придутся по душе любителям авторского кино. Цель фестиваля – выявление и поощрение талантливой творческой молодежи в области кино, продвижение короткометражных фильмов. Кинопоказы пройдут в Большом зале ГЦК «Победа». Начало в 16 часов. Вход свободный. Более 250 спортсменов приняли участие в первенстве Сибирского федерального округа по греко-римской борьбе. Соревнования прошли в минувшие выходные в спорткомплексе имени Николая Булакина. На ковры вышли борцы из Хакасии, Красноярского края, Кемеровской области и других регионов Сибири. Подробности в материале Анзора Сабанова. Вот так русскими народными мотивами открывается первенство Сибирского федерального округа по греко-римской борьбе среди спортсменов до 18 лет. Это один из важнейших турниров сезона, проведение которого доверили Хакасии после нескольких ярких соревнований прошлого года. И вот, как сказал классик, все флаги прибыли в гости в Абакан. Мы очень рады вас приветствовать и очень рады, что весь сибирский федеральный округ прибыл к нам в Хакасию. И сегодня у нас самая лучшая спортсмена до 18 лет. И мы надеемся, что сегодня и завтра мы увидим настоящую спортивную борьбу. И всем участникам мы желаем спортивного везения и спортивной победы на Хакасии. У нас такая семья любит борьбу, ценят и уважают. А с лица федерации разрешите вам приветствовать вас на Хакасской земле. Сегодня и завтра будет сформирована сборная земли по греко-римской борьбе, которая будет достойно представлять нашу семью на России. Пусть победит сильнейший. И пожелаю нам отбороться без травмы. Действительно, значимость нынешних соревнований трудно переоценить. Помимо того, что на турнире отбираются лучшие для того, чтобы представлять округ на уровне страны, важнейшим аспектом является и возраст спортсменов. Пройдет лет пять, и сильнейшие из этих ребят пополнятся став основной сборной России. Неудивительно, что явка на турнире высочайшая, а уровень борьбы достаточно серьезный. Здесь ребята выступают, которые являются членами сборной России по юношам. Все субъекты Сибири, в которых культивируется греко-римская борьба, у нас здесь и представлены. Я боюсь ошибиться, какую-то республику или область не назвать. В общем, Красноярске, Новосибирская область, Иркутская, дальше Омская, Хакасия, Республика Алтай, Алтайский край. Ну, по-моему, 9, по-моему, у нас регионов, где борются в Сибири и развивается гейко-римская борьба. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Поединки первенства Сибирского федерального округа проходили в течение двух дней. Основная масса наград досталась гостям, но и хозяева не остались без медалей. В весовой категории до 71 килограмма золото завоевал Денис Чернов. Бронзу в весе до 51 килограмма в копилку сборной Хакасии принес Нурболоджу Макадыров. Подробнее о соревнованиях расскажем в программе «Спорт Анзор» в пятницу в 21.35. Я желаю вам всего самого доброго и до встречи в эфире.